Здравствуйте! В эфире новости Читы из Абайкальского края на первом независимом канале ЗАП-ТВ. Генеральный спонсор программы «Магазин Планета одежды и обуви» в студии Анжелика Панибрашина. И вот о чем сегодня вам расскажем я и мои коллеги. Четвертый день с момента взрыва бытового газа в многоквартирном доме. В настоящий момент все основные работы по ликвидации завалов устранены. И сейчас ведется работа с пострадавшими. Какие вопросы есть у людей, кто потерял свои квартиры? И могут ли на эти самые вопросы ответить представители власти? Об этом расскажем в выпуске новостей. Об итогах работы за прошлый год отчиталась министр здравоохранения края Оксана Немакина. О том, какие проблемы есть в этой отрасли, расскажем через несколько минут. Не переключайтесь. Состоялось создание Совета законодательного собрания Забыкальского края. И вносили на внимание жилищно-коммунальное хозяйство региона. Зачем потребовался еще один отчет о текущем положении дел? И какие перспективы развития в этой отрасли? Смотрите через несколько минут. А теперь на эти другие темы более подробно. Ликвидация последствий от взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Антипиха продолжается. Сейчас главный вопрос – это предоставление временного жилья для тех, кто полностью лишился своих квартир из-за катастрофы. К работе с пострадавшими подключилась и прокуратура. Все подробности у Виктора Соловьева. Прокурор совместно с главой администрации Ингодинского района развернули пункт приема граждан в помещении одной из управляющих компаний. В узком темном коридоре несколько десятков человек. Все они остались без жилья. И даже спустя несколько дней разговоры о взрыве между соседями не утихают. Я в этот момент дома находилась, в момент взрыва. И вот вчера, потом я как бы из квартиры выскочила, я же не успела, конечно, распотреть ни потолки, ни стены. А вчера мы зашли с представителями в квартиру, да, для того, чтобы все сфотографировать, протокол составить. Значит, и вот обнаружила, что у меня трещина в ванной комнате, в прихожей, трещина. И в зале потолок, он как бы волной. И вот эта вот стена, которая разделяет прихожую с залом, однокомнатная квартира, тоже вот так вот пошла трещина. Некоторые уже получили временное жилье, однако не всем везет быстро и без проблем найти подходящую квартиру на время, пока власти будут решать судьбу разрушенного дома. Лариса Бочарова уже несколько дней находится в поисках хоть какой-то крыши над головой. Оказалось, что снять жилье за счет администрации не такая уж и легкая задача. С нами связываться собственники не хотят, потому что там же проценты надо платить. Дело в том, что когда я с собственником разговариваю, у меня на руках никакой бумаги нет, да, мне приходится же, кто мне поверит, когда я вот на словах вот это вот прихожу, говорю, да, что вот я пострадавшая с Боровой 6, да, у нас вот такие условия, согласны мы, не согласны, и многие не соглашаются. Потому что сейчас в очереди мы с жильцами, с соседями с нашими разговаривали, тоже вот такая проблемка возникла. Зайти за вещами в свои разрушенные квартиры пострадавшие жильцы могут только по расписанию и с представителями городских служб. Люди забирают вещи, которые уцелели после взрыва. Денег купить что-то новое у большинства нет. Вопрос с компенсационными выплатами решается до сих пор. Я вчера туда ходила, меня МЧСовец провожал, поддерживал, потому что я по этим кирпичам до третьего этажа, до середины, между четвертым и третьим, завалено все кирпичами. Я потихонечку, он меня поддерживал, я прошла, чтобы взять какие-то хоть вещички-то. Вы знаете, я зашла, вот это все страшно, все валяется, ну телевизор правда стоит, стены потресканные, окошко с улицы треснутое, с балкона и на кухне выбитое стекло, ну и двери выбиты. Меня знакомая приютила пока, но вот сказали, что что-то дадут, а я не знаю, что-то, ничего не чешется, никуда, я как будто там, вот если бы, конечно, если бы не она, я не знаю, на улице бы оказалась. Вопросов у людей множество, но представители прокуратуры пока только собирают информацию. Глава администрации Ингодинского района Михаил Шибаев как может информирует пострадавших и по предоставлению жилья, и по денежным выплатам. Очень много есть разных вопросов, и где-то люди хотят более открыто, более полно получить ответ, и не всегда им это удается. Мы стараемся максимально информацию доводить до людей. На сегодняшний день у нас уже 7 квартир из 28 расселены, но мы вчера вечером запустили людей в подъезды, мы дали свет, у нас из 24-12 не чевали, сейчас в настоящий момент уже 18 квартир вернулись. Третий и четвертый подъезды уже заселены, в квартиры подано электричество и теплоснабжение, а вот жильцы первого и второго подъездов толпятся в коридоре перед кабинетом в сопровождении прокурора и ждут обещанных временных квартир. О судьбе дома пока тоже ничего не известно, но представители власти говорят, что возможно здания будут восстанавливать. Люди слабо верят в то, что после такого взрыва восстанавливать дом имеет смысл, жить в нем будет очень страшно. Я бы, наверное, побоялась снова повернуться в эту квартиру даже после восстанавливания, жить. Ну, это мое мнение. Вчера, например, технику мы смогли забрать, там же определенное время тоже выделяется. Вы заходите со специалистами? Заходим, мы, конечно, нам одним не разрешают заходить, мы обязательно заходим с какой-нибудь службой, да, с сопровождающим обязательно, либо это полиция, либо это МЧС. Они-то живут, у них коттеджи трехэтажные, а мы-то колхозы, живите как хотите, догоняйте теперь сами. Обидно, по старость лет, мне 66 лет, куда меня сдадут в этот дом, ой, как его, престарелых, но скажут, доживай там и все, и ничего не дадут. После личного приема прокурора проблем у людей меньше не стало. Некоторые считают, что все это просто для галочки. Жильцов, помимо предоставления временного жилья, волнует и возврат денег за капитальный ремонт. Будут ли возвращены эти взносы собственникам? В связи с тем, что никакие работы, на мой взгляд, проводиться не будут, значит, и денежные средства, которые были, да, они подлежат возврату. Сейчас, на данный момент, прокуратура обещает взять это на контроль? Ну, на мой взгляд, они оставили этот вопрос без внимания. Они сказали, что это ерунда, никто ничего возвращать не будет, потому что стоят два подъезда. Я попыталась пояснить о том, что речь-то идет не о двух подъездах, а о моей квартире, о моих взносах, ну, то есть, которые были, платились с моей квартиры. Ну, в разумительном ответе я не получила. Ответов нет, да и предоставление помощи пострадавшим постепенно превращается в бюрократическую волокиту. Даже для таких чрезвычайных происшествий не существует в Забайкальском крае упрощенных процедур по работе с пострадавшими. Снова нужно собрать гору справок и документов, и не факт, что это все будет собрано правильно и в срок. А еще люди задаются вопросом, куда делся губернатор Осипов, который в день катастрофы стоял в первых рядах и руководил ликвидацией. Почему сейчас глава региона не появляется на месте аварии и не координирует работу с пострадавшими? Ведь ситуация далеко не рядовая и требует внимания высокопоставленных чиновников. После вот такого, да, где с нами улыбались, здоровались, помогали сумки выносить, и вот это вот, ну, корона-то у всех крепко сидит. Настроение людей понять можно. Платить ипотеку годами и в один миг потерять все накопленное. Единственный, кто ни на миг не бросает жильцов разрушенного дома – Михаил Шибаев. Районная администрация продолжает принимать любую помощь для пострадавших. Вещи, деньги, рабочую силу, технику, домашнюю утварь. 327-111 – это наш телефон приемный, он многоканальный, и звонки переводятся секретарем. Также можно, в принципе, обратиться и написать на наши официальные каналы в интернете, набрать и написать свои сообщения, что мы хотим помочь. Поэтому помощи всегда никогда не отказываемся. Команда «Зап.ТВ» и «Зап.Ру» тоже подключается к сбору средств для пострадавших в Антипехе. Если вы хотите пожертвовать деньги людям, которые сейчас особенно в этом нуждаются, то можете это сделать на сайте благотворительного фонда «Спасательный круг». Дорогие наши подписчики и зрители! Наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных «Зап.ТВшников» должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Традиционная уже беседа с депутатом Государственной Думы Юрием Григорьевым в студии «Зап.ТВ». В центре внимания наболевшие вопросы о концессионной паутине, отмене районного коэффициента и другие темы. Все подробности прямо сейчас. Небольшой ликбез для людей старшего поколения – слово «хейтер калька» с английского языка. В переводе на русский «ненавистник» так называют людей, которые активно выражают свое недовольство кем-либо. Недавно на депутата Госдумы Юрия Григорьева обрушилась волна хейта со стороны анонимных телеграм-каналов, подхваченная некоторыми СМИ. Чем же заслужил народный избранник такое «закавыченное счастье»? А тем, что начал задавать неудобные вопросы в разрез управленческой политики губернатора Осипова. За это достали и перетрясли грязное белье депутата на просторах интернета. На территории всего Забайкальского края как бы витал в воздухе большой-большой вопрос, как такое происходит, почему берутся концессии, отдаются все одному и тому же лицу, которая заработная плата в 6 тысяч рублей с одной авторучкой и у которого нет никаких работников. Деньги, авансы выделялись, а при осмотрах в этих местах были лишь котлованы и заборы. Забайкалье погрузили в концессионную стихию, захватывая практически все сферы жизни, о том, что краевое правительство во главе с Александром Осиповым активно лоббирует ряд фирм-концессионеров, сомневаться не приходится. А на все, кто пытается разобраться, а в методике работы чиновников обрушивается волна хейта даже на депутатов Госдумы. Забайкалье затащили в ряд концессионных схем, газификации Читы, строительство школ, детских садов, система ЖКХ края. Все это преподносится как большое достижение. Жители успокаивают тем, что средства выделяются из федерального бюджета. Но это никак не умаляет многочисленные нарушения со стороны властей региона. В том числе по газификации не было на тот момент даже проекта. Деньги выделялись без проекта, без проектно-сметной документации. Они выделялись согласно договору о концессии по авансовым суммам, что являлось в том числе существенным нарушением концессионного. Было в прокуратуре выставлено предписание. Эти нарушения устранены. Действительно, край с легкостью расстается с деньгами, покровительствуя отдельным концессионерам. И речь идет о миллиардах рублей. Такое ощущение, что правительство готово идти на любые нарушения, лишь бы заключить договоры концессии на что угодно. Еще один любопытный момент. По заверениям краевых чиновников, будет модернизироваться система ЖКХ края. В том числе, переоборудуют и построят новые котельные. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что это никак не отразится. На тарифах все работы будут производиться за федеральные средства. Насколько я знаю, в федеральном бюджете на данный момент не заложено средств на выплату концессионеров. Возможно, есть что-то напоследующее над документами работы, потому что еще впереди отопительный сезон только начался. Но на данный момент нет. Возможно, концессионеры будут действительно вкладывать собственные деньги, и ужасы почти прошедшего отопительного сезона не повторятся. В этих уравнениях слишком много неизвестных личностей, которые влияют на экономическую и политическую жизнь Забайкалья. Отсюда множество непонятных и неприятных преобразований. В беседе с Юрием Григорьевым нельзя было обойти самый горячий на сегодняшний день вопрос отмену районного коэффициента. Во-первых, это касается сотен тысяч забайкальских бюджетников. Во-вторых, кто, как не депутат Госдумы, сможет ответить на вопрос, поддержит ли федеральный бюджет вопрос компенсации 20% заработной платы, в случае, если северную набавку у нас все-таки заберут. Непосредственно по районным коэффициентам, но, опять же, повторюсь, в федеральном бюджете не заложены эти деньги, потому что на данный момент никаких решений еще не принято и не подписано. Заработная плата должна быть на достойном уровне. Она сама по себе должна быть общероссийской. И к ней еще должны приниматься районные коэффициенты, которые доплачивать обязаны государства. Юрий Накинтьевич напомнил, что северные надбавки создавались в свое время не только как компенсация людям, которые живут в сложных климатических условиях, но и для привлечения квалифицированных специалистов со всей страны. Но сейчас ситуация перевернулась с ног на голову в Забайкалье со всеми надбавками. У нас самые низкие зарплаты по ДФО. По учителям у нас общая проблематика. По итогам 2021 года мы попали в пятерку с конца по уровню заработной платы в Российской Федерации. Это данные председателя Государственной Думы по образованию. Рост собственных доходов, который позволит сохранить районные коэффициенты и способствовать увеличению заработной платы должен идти за счет недр пользователей, которые продолжают активно разрабатывать месторождения Забайкальского края и границы с Китаем, что позволяет увеличить товарооборот с южным соседом. Из усты депутатов все это звучит впечатляюще. Но как реализовать эти проекты в жизнь? Правительство региона стремится удовлетворить в первую очередь собственные потребности, добиться известных только им целей. Отсюда нарушение законодательства, манипуляции с огромными суммами федеральных денег и недоверие со стороны жителей Забайкалья. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Иван Дементьев, ЗАПТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАПТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии, а каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратура Московской области начала проверку информации о нарушении трудовых прав работников крупнейшего российского маркетплейса «Вайберес», в том числе об удержании штрафов из зарплат. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В чате сотрудники 14 пунктов выдачи «Вайберес» устроили забастовку, но накануне они не обслуживали клиентов. Сотрудники протестовали против удержания зарплат забракованной вещи. В феврале этого года стало известно, что «Вайберес» изменил условия работы сотрудников пунктов выдачи заказов и курьеров, что привело к снижению их доходов в Забайкальском крае и других регионах России. Также ранее пресс-служба ОМВД России по Забайкальскому краю сообщала о краже товара маркетплейса двумя грузчиками. «Вайберес» зарегистрирована в Москве в 2006 году. 99% доли принадлежит Татьяне Бакальчук. На конец 2021 года выручка компании составляла без малого 225 миллиардов рублей. Прибыль – 14 миллиардов. Президент России Владимир Путин поручил правительству Забайкалья утвердить мастер-план Читы. До 1 сентября этого года поручение он сделал во время совещания по развитию дальневосточных городов. Глава государства также попросил власти Забайкалья добиться улучшения экологии. А также поддержать региональные программы по расселению граждан из аварийного жилья при помощи комплексного строительства в рамках дальневосточного квартала. Стоит отметить, что в мастер-план Читы входит благоустройство набережной до 2028 года, которое обойдется за несколько этапов – 150 миллионов рублей. Также план предусматривает обновление системы ЖКХ. На это потребуется 20 миллиардов. Сотрудники ЗАПТЭК готовятся к закрытию котельных в пяти селах одном поселке Забайкальского края из-за нежелания администрации населенных пунктов заключать консессионное соглашение на модернизацию оборудования. Об этом сообщили в телеграм-канале компании. Инфраструктура на котельных требует капитального ремонта и замены оборудования. Изменения в штатное расписание работы уже внесено на котельных Приоргунска, Золотореченска, а также участка Бушулейский структурного подразделения Жирикена. Без отопления после закрытия котельных останутся дома в селах Кличка и Досатуй в Приоргунском районе, Бушулей в Чернышевском районе, Анон и Черон Шилкинского района, а также поселка Золотореченска-Воловянинском районе. Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов Читалбулгаз из-за взрыва в многоэтажном доме Антипихи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Забайкалью. Отмечается, что в рамках расследования дела были проведены осмотры места происшествия с привлечением специалистов, следователей-криминалистов, обыски, в ходе которых изъяты и в настоящее время изучаются документы. Напомним, ранее СК предъявил обвинение мастеру службы подземных газопроводов УАО Читалбулгаз из-за ЧП в Антипихе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заболеваемость наркоманией в Забайкалье высокая. Жертв от алкоголя также становится больше, а медиков по-прежнему не хватает в регионе. Есть и плюсы. Удалось снизить показатели смертности от болезни системы кровообращения и новообразований. Обо всем этом шла речь на годовом отчете министра здравоохранения края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подводить итоги министра здравоохранения начала с благодарности. И ее Оксана Немакина адресовала тем медикам, которые не погнались за легким рублем, а остались работать в родном Забайкалье. Я благодарна каждому члену нашего большого сообщества, тем, кто не предал свой Забайкальский край, тем, кто не покинул за легким рублем государственное здравоохранение, кто плечом к плечу сражался не только с коронавирусной инфекцией, но и начал поднимать голову в 22-м году. Отток медицинских кадров в регионе сохраняется. В прошлом году край покинули около 200 врачей и свыше 400 медработников среднего звена. Причины – выход на пенсию, переход в другие ведомства и частные медорганизации, переезд в другие регионы России и, наконец, вовсе уход из профессии. И причина этому все та же – недостойная заработная плата. По сравнению с другими регионами ДФО она по-прежнему проигрывает, считаясь самой невысокой. По этой же причине молодые врачи не горят желанием работать и в центре медицины катастроф. Нагрузка на специалистов колоссальная, а вот отдачи в достойном денежном эквиваленте медики так и не получают. Глава региона соглашается с тем, что проблема эта серьезная, а наряду с этим признает – многочисленные совещания роли в решении проблемы пока не играют. Надо нам подумать, каким образом. Протоколов, видите, не хватает, многочисленных наших совещаний не хватает для того, чтобы эту безусловно осознанную всеми проблему поставить во главу угла. Конечно, легко сейчас сказать так, дальше нельзя, но практика показывает, что, несмотря на недопустимое этого всего, так дальше продолжается и так дальше оказывается можно. А не должно быть так. Не должно быть. Что толку, что мы… Ну, вот мы хвалимся, спасибо большое, в первую очередь, конечно, президенту, правительству, Юрию Петровичу Трутневу, что ремонтируем огромное количество зданий, сооружений, покупаем там всевозможные, там самые разные тяжелые оборудования из многочисленных программ, национальных проектов, дальневосточных программ, благородные люди, инвесторы нам там жертвуют на это все деньги и так далее. Но что толку, если врачей-то не хватает на этом, на все? И они работают с бешеной перегрузкой, а получают, вот, одна треть врачей только на рабочих местах своих и получают при этом меньшую заработную плату, чем должна быть. Парадоксально, правда? С одной стороны, Осипов как бы переживает за забекельских медиков и в то же время решает отменить районный коэффициент, что однозначно нанесет удар по трудовым коллективам, в том числе и по тем же медикам. Строит в концессию огромное количество школ, работать в которых также будет некому. Логика непонятна. Но вернемся к итоговому отчету. В Крае продолжает действовать комплекс мер по привлечению и поддержке медицинских кадров, в частности программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Однако пока ситуацию это спасает слабо. В прошлом году в медицинской организации Края на работу по ним привлечены 55 врачей и 25 средних медицинских работников. Тема на совещании коснулась и выплат первичного звена медработников, которые получили не все представители сферы здравоохранения. Конкретно диагностический консультационный центр. То есть там врачи лишены этой возможности. Просто здесь получается вопрос-то какой? Такая социальная несправедливость может в конечном итоге, если вопрос не решится, привести к тому, что вот эти вот высококлассные специалисты, я не побоюсь этого слова, просто начнут плавно перетекать, ну скажем так, в структуру коммерческой медицины. Ну, во-первых, в постановлении четко прописана категория работников, которым выплаты положены. Да, и это в первую очередь те сотрудники, вернее, тех учреждений, которые имеют прикрепленное население. И конкретные категории все прописаны. Мы четко следуем тем указаниям, которые дает нам федеральный центр. Мы написали ряд обращений с вопросами в Минздрав России по отдельным категориям. Ждем ответа на сегодняшний день. Из плюсов. 22-й год ознаменовался снижением материнской и младенческой смертности. Причем значительно. Снижение младенческой смертности на 24%, снижение детской смертности на 16,3% и на 10,2% темп шага снижения материнской смертности. Значительная положительная динамика в работе первичного звена. Число посещений с профилактической целью возросло в 1,7 раза. Осмотрено 54 309 человек медицинским десантом с привлечением мобильных фапов, флюорографов, маммографов. Кроме того, снизить удалось показатели смертности от болезни системы кровообращения и новообразований, в том числе благодаря профилактическим мероприятиям. А вот погибать от травм, самоубийства и алкоголя забайкальцы, напротив, стали чаще. Жертвы зеленого змея – люди трудоспособного возраста. Что же касается заболеваемости наркоманией, то и здесь дела плохи. Средний показатель также превышен. Уважаемый Александр Михайлович, уважаемые коллеги, на 2023 год я считаю просто необходимым нам серьезно подступиться к корректировке нормативно-правовых актов, в том числе к ужесточению доступности алкоголя в населенных пунктах Забайкальского края. И особое внимание уделить не только границам срочничной продажей алкогольной продукции, но и также подступиться к продуктам, которые имеют никотиносодержащий состав в себе. Если вы посмотрите на территорию города Читы и пройдетесь по центральным улицам, то количество академий вейпов у нас увеличилось в геометрической прогрессии за последние два года. За последние годы увеличились не только академии вейпов. Наливая их больше стало в несколько раз, причем приобрести алкоголь можно 24 на 7. Открываются круглосуточные бары уже даже рядом со спортивными площадками, и здесь абсолютно ясно, что некоторые пивные короли заручились хорошей поддержкой от кого-то сверху, но это уже совсем другая история. Анжелика Понебрашина, Алексей Павлов, ЗАПТ-ТВ Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАПТ-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии, а каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. В канун мартовского заседания Законодательного собрания края депутаты заслушали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Алексея Сергейкина, который, по всей видимости, будет курировать развитие жилищно-коммунального хозяйства региона. Каковы перспективы развития в этой сфере? Смотрите прямо сейчас. Чем интересны варяги, которые появляются в Забайкалье, занимая высокие посты в правительстве? Тем, что с первых дней работы демонстрируют свой энтузиазм, генерируя идеи и планы развития на будущее. Потом пыл проходит, регион возвращается к исходной точке бардака, который был и до них, если не хуже. Тем интереснее душевные порывы новоиспеченных зампредов, особенно на такой сложной и щепетильной ниве, как жилищно-коммунальное хозяйство. Для того, чтобы эффективно действовать в любой отрасли, все-таки необходимо такие концептуальные, стратегические подходы выработать. То есть для себя мы исходили из того, что для государственного управления в целом важно учитывать, прежде всего, человека и его потребности. В переводе с бюрократического языка на русский это звучит так. Прежде чем что-то делать, надо подумать. Вообще Сергейкин, выступая перед депутатами, по большей части повторил свой доклад во время отчета МинжКХ. И вновь он самым большим достижением работы правительства назвал привлечение федеральных средств. Он особо становился на программе «Комфортная городская среда». За 2021-2022 год на территории Забайкальского края в рамках реализации проектов по формированию комфортной городской среды были реализованы проекты на общую сумму более 1,9 млрд рублей. Новый облик в результате у нас приобрело 294 объекта благоустройства и общественных пространств. На 2023 год запланирована реализация этих проектов по 192 объектам с общим объемом подтвержденного финансирования более 1,3 млрд рублей. Сергейкин смело заявил, что прогнозирует привлечение еще около 1 млрд рублей, если муниципалитеты будут активно участвовать во всероссийском конкурсе. Но здесь же говорит о недостатке специалистов в районе, которые могли бы составить необходимый проект и контролировать его исполнение. В этой области для себя мы считаем создание центра компетенций на базе Министерства ЖКХ для сопровождения этих проектов под ключ на всех этапах его жизненного цикла. То есть еще одна непонятная надстройка, которой будет заниматься неизвестно чем. И неясно, кто будет в конечном итоге нести ответственность. Хотя название, согласитесь, весомое. Еще одна крайне неприятная сторона – это коммунальные услуги. И здесь вновь упор на колоссальные суммы из федерального бюджета, которые почему-то не выделялись в прошлом и позапрошлом годах. В рамках реализации этих проектов за два года у нас будет капитально отремонтировано либо модернизировано 41 километров сетей теплоснабжения, 39 километров сетей водоснабжения. И появятся три новых объекта. Будут построены очистные сооружения в Более, Болеге и в Новой Куке. Всего, скажем так, улучшит, будет улучшено качество оказания коммунальных услуг для 58 тысяч человек. Вместе с тем, при формировании этой программы, мы столкнулись со значительными трудностями, обусловленной системной проблемой, которая сложилась в отрасли в Забайкальском крае. Это отсутствие зарегистрированных прав на объекты коммунальной инфраструктуры. Вот это действительно новость. Из 5 635 объектов коммунальной инфраструктуры у 3 251 нет прав на регистрацию. Почему это никого не волновало год, пять или десять лет назад, неизвестно. А вот почему это стало волновать наших чиновников сейчас? Как раз понятно, концессионные соглашения накрывают наш регион, особенно в сфере ЖКХ. Уже начались подготовительные работы к отопительному сезону 23-24 годов. Выпадающие доходы запланированы в бюджете в полном объеме, чего не было год назад. Газификация частного сектора Читы еще не началась, но уже разрабатываются планы, как обосновать перед федеральным центром необходимость провести голубое топливо к селам Читинского района и под это выбить дополнительные миллиарды из бюджета страны. То есть оценочно мы тоже имеем представление, что нужно газифицировать порядка 8 тысяч индивидуальных жилых домов, и, соответственно, это потребует дополнительного финансирования в объеме примерно 4-8 миллиарда рублей. Как отучить чиновников от привычки докладывать в стиле «У нас все хорошо», чтобы не получилось рассуждать на тему, почему у нас все так плохо? Как с минувшим отопительным сезоном, например. Я хотел бы вернуться к отопительному сезону. Мы видели, как в этом году было, и хотелось бы, чтобы подготовка своевременная обеспечилась, вот кладка у нас с подготовкой к следующему. Началась она и... Спасибо за вопрос. Действительно, это важный вопрос. Подготовка уже началась. Еще 19 января до всех муниципальных образований были доведены те лимиты, которые есть на сегодняшний день у нас в рамках подготовки к отопительному периоду. На сегодняшний день проходят мероприятия по контрактации этих мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду. Вот так, коротко и понятно. Минувшая зима, особенно события в городе Борзе, когда неоднократно вставали котельные, был риск заморозить дома, показало, что у нас никто ни за что не отвечает. Ни глава Борзе, ни глава района или министр ЖКХ, ни, естественно, губернатор. У нас могут рассказывать о потраченных деньгах, о заключенных контрактах, но никто не даст гарантию, что в квартирах будет тепло, а вода из крана не побежит ржавая. Отсюда выводы, доступные даже ребенку. Прежде всего, мне кажется, что вина в низком уровне жилищно-коммунального обслуживания жителей Забайкалья кроется, прежде всего, в кадровой чехарде в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Эта кадровая чехарда, конечно, она идет от губернатора. Ну что, сейчас мы Сергейкин спросим, когда он работает без году недели? Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАП-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии, а каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. И это все новости на сегодня. Спасибо, что вы были с нами. А я напомню, ставьте лайки нашим выпускам новостей, сюжетам и программам в Ютьюбе. Делитесь нашими публикациями в социальных сетях, на своих страницах, делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Увидимся завтра. Всего доброго и до встречи. И для любимых в парфюмерных бутиках Esparfume & Cosmetics более 200 качественных и модных ароматов по доступной цене. Выразить свои чувства – подари Esparfume. Торговые центры Аврора, Гранд Сити, Маркет и Эльдорадо. 17 марта в пятницу погода будет солнечной. Ветер западный 6 метров в секунду. Ночью минусовая температура от 8 до 10. И от 3 до 5 градусов тепла днем. О погоде это все. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»